Приветствую всех коллеги, приветствую всех своих коллег сварных, особенно молодых. Сегодня будет видео, будет касаться больше молодых начинающих сварщиков. Я расскажу о том, каких ошибок можно избежать, потому что более умные люди говорят, лучше учиться на чужих ошибках, нежели на своих. Я сам весь этот путь прошел, я сегодня постараюсь вам рассказать, как избежать вот этих таких элементарных ошибок, чтобы не гробить свое здоровье раньше времени. Я вот тут в телефоне написал, чтобы ничего не забыть, да, парни. В общем, начать хочется мне с одежды, да. Какая должна быть у сварщика одежда. Вот видите, сейчас у нас жара, у нас градусов 30 сейчас, ну душно, жарковато. Видите, как я одет, у меня все закрыто, нигде нет, обязательно работаем в крагах, да. Нигде не должно быть открытых участков шеи, ну, кожи. Очень часто подгорает шея. Вот маску одеваем, да, варим, и кто-нибудь сбоку-то начинает варить, вот на шею попадает. Нужна одежда, чтобы, ну, сварочная одежда, у них обычно вот такой высокий ворот, да, вот так закрывается, вот здесь застегивается, чтобы все было закрыто. Потому что я много раз наблюдал, особенно вот на дачных участках, там покупают ребята инверторы домой, да, и на даче начинают варить. И вот на машине едешь и наблюдаешь такой картин, он в шортиках и в тапочках, да. Маска у него вот одной руке, он так сел на корточке и варит, полностью раздетый. Так делать не надо. Я вот один раз, один раз так попал, мне этого раза хватило. В общем, лето было тоже, жара страшная стояла, и надо было варить. У меня рубашка с длинным рукавом, все закрыто. Ну, я еще был молодой, еще не понимал всех этих дел. И рубашка расстегнута, я ее расстегнул, ну, потому что душно невозможно. И вот так варил. И вечером дома только обнаружил. Думаю, что у меня пузо болит. Открываю, ну, смотрю в зеркало, у меня вот здесь вот такая вот красная полоса. Красная, знаете, когда на солнце, на пляже сгорит тело, вот такой же эффект. Бывают даже до волдарей доходят. Но у меня волдарей не было, не дошло до этого. Поэтому, коллеги, одеваться надо полностью, чтобы все тело было закрыто. Одежда должна быть из хлопка, никакой синтетики, потому что прогорает. Дальше. Когда мы варим, бывает, ну, особенно вот на столе, да, очень часто бывает в ботинок залетает искра. Она бывает, бывают мелкие такие искры. Вот у меня за 30 лет моего стажа все ноги в крапинку. Вот если носки снять, верхняя часть стопы вся вот так вот прожженная. Вся прожженная. Как ее не закрывай, брюки должны быть поверх обуви, понимаете? Ну, все равно, как не закрывай, все равно залетает. Если залетает небольшая, маленькая искорка, это еще можно там пережить. Но бывает вот такой шарик. Отлетает и прямо в ботинок. У меня два или три раза такое было. У меня вот на левой ноге, прям сверху, вот такая вот, вот такой шрам. В этом случае очень многие начинающие коллеги делают ошибку. Начинаются танцы, знаете, прыжки такие, подпрыгивания с криками. Так делать не надо. Это очень больно, конечно. Кожу жгет, но надо стоять и терпеть, понимаете? Если начнем танцевать, этот шарик сожгет вам всю ногу. Пусть он лучше в одно место прилипнет, пока он остынет. Там бывает даже, когда он жгет кожу, такой запах жареного мяса. Можно даже почуять, да. Надо терпеть, парни. Если потерпим, он спалит одно место. Если будем танцевать, он начнет сжечь всю ногу, понимаете? Поэтому надо приучиться и терпеть. Мне эти искры куда только не залетали. Очень весело, когда залетает в ухо, когда лежишь, знаете, вот так на полу ложишься. И вот так вот, ну, в труднодоступном месте, пытаешься заварить там трубу в основном. И искра такая, раз, и в ухо. И ты в этот момент начинаешь слышать, как жарится твое мясо. Прям такой отчетливый звук, как, знаете, на сковородке мясо, когда жарится. Вот так же в ухе сразу слышно. Вот. Еще бывает в нос залетает. В этом случае вы сразу ощущаете запах жареного мяса. Ну, всякие ситуации бывают. Бывают, даже штаны парни залетают. Вот такое редко. Надо закрываться. Одежда должна быть полностью закрыта. Жарко, не жарко. Закрывайтесь, одевайтесь. Я вот сейчас работаю на производстве. У нас там духота страшная. Вот недавно было 35 градусов в тени. Жара страшная. В цеху там вообще духота. А мы полуавтоматом на большом токе. 300-400 ампер. Фигарим. Вот если попадает на открытый участок кожи, кожа сгорает в момент. Моментально. Сразу красная становится, болит. Лучше закрывайте, парни. Так, едем дальше. Про работу резаком хочу сказать. Резак это такая штука. Вот от сварки бывают, искры летят в ботинки. От резака эти искры в 5 раз больше, чем от сварки. Понимаете, когда мы режем металл, особенно если толстый. И вот я много раз наблюдал картину. Молодые сварщики приходят на производство. И вот он на стол ложит. Вот двадцатка металл, да. Берет резак, берет резак. Ну, представим, что вот это резак, да. И вот ставят вот так вот ногу. Вниз ставят ногу, да. И резаком начинает резать. Вот этот двадцатый металл, понимаете. Это вот таких ошибок допускать, ну, никак нельзя. Потому что от резака летят вот такие вот. Вот такие вот расплавленный металл. И если он попадает в ботинок, это ужас, парни. Мне, если вот на столе бывает там, знаете, лист большой завозят с улицы в цех. Он такой большой лист, двадцатка, тридцатка, сороковка металл. Его надо резать. А он лежит там на чем-нибудь, на тележке какой-нибудь. Его снять, положить на пол проблематично. Я, если мне надо будет его резать, я залезу прямо вот сверху, вот сюда на стол залезу. И буду резать резаком, чтобы искры у меня улетали вниз. Чтобы там ног не было внизу, понимаете. Нельзя. Резак это опасная штука. Дальше. Про работу болгаркой, парни. Болгарка должна быть с кожухом. С кожухом. Вот у меня есть коллега, Дима Фрол. У него тоже есть ютуб канал из Киева, сварной. Димон, привет, если будешь смотреть это видео. Он пилит, он трубами занимается в квартирах, трубы переваривает. Пилит без кожуха. Мне же страшно на это смотреть, пацаны. Но он говорит, я привык, мне уже там кожух мешает не залезть. Я не знаю, я тоже много работал в квартирах, менял батареи, переваривал стойки. Я всегда с кожухом везде подлазил. У меня не было такого случая, чтобы я не мог залезть болгаркой и отпилить. Никогда не пилить и без кожуха. Никогда. Это очень опасно. Я когда был еще молод, лет 25 не было. У нас пацаны на районе, они купили мотоцикл, втроем скинулись, купили мотоцикл. В ЧЗ, по-моему, это был чехословацкий. У них лопнула рама. У Явы рама из двух труб состоит, а у ЧЗ из одной трубы. И вот эта труба лопнула, которая идет под баком. И они взяли все ремонтировать. И взяли болгарку большую, 230 диск, представляете, без кожуха. И начали резать эту трубу. И диск закусило, оторвался вот такой кусок этого диска. И одному пацану, ему было лет 15-16 где-то. И прямо в лоб, он прям воткнулся в лоб. И он сразу, труп на месте, понимаете. Это очень опасные игры. Да, кстати, коллеги, я вам хочу сказать. Когда вы приходите на работу, вам выдают вот такой инструмент. Большая болгарка под 230 диск, да. И говорят, вот ставят лестницу и говорят, лезь вот там отрез что-нибудь. Никогда не лезьте. С большой болгаркой работаем только на земле. На твердом полу, понимаете. Когда что-нибудь пилите, обязательно зажали, зажали в тиски. Нет тисков, приварили к столу. И тогда пилим. Если на земле хорошо двумя ногами стали, и тогда режем. Никогда не лезьте на лестницу с большой болгаркой. Никогда. Даже если вам говорят, давай, нафиг, пошли. Бери, сам и лезь. Потому что большая болгарка, она очень весит немало. И если вы будете вот так стоять на лестнице и пилить ей, да. Представляете, вот она закусывает. И когда ее закусывает, ее выбивает. Там обороты большие, ее вот так вот выбивает. И вы вместе с этой болгаркой вниз и улетите. На высоте нельзя работать большой болгаркой. Вот маленькая. Маленькая. 125 диск, там да. И она легенькая, в одной руке, да. Залез, отрезал. Никогда большой не пилите наверху. Что еще хочу сказать? Да. Еще хочу сказать, парни, про поднятие тяжести. Тоже много раз наблюдал. Вот особенно кислородные баллоны. Баллоны со смесями, со сварочными. Вот молодые парни приходят. Ну и баллоны, его уж надо менять. Он закончился, надо менять. Бывает, тот тележка занята, тот тележку не могут найти. И вот у нас работал паренек молодой. Смотрю, ну я варил там, маску поднимаю. Смотрю, он этот баллон вот так вот схватил. Двумя руками. И тащит его, понимаете, на горбу. Ну не надо этого делать. Не надо поднимать сильно тяжелые вещи. Для этого есть кран, есть погрузчик, есть рохля. Не гробьте свое здоровье. Мне вот сейчас 50 лет. Вот я сейчас работаю на производстве. У нас молодых пацанов только двое. Все остальные в возрасте, ребята. И вот все, кто в возрасте, все с больными спинами. Все поголовно. Спина, позвоночник убитые напрочь. Я тоже молодой тягал. Знаете, там, геройствовал. Ну, кусок металла схватил, он там 120 килограмм весит. И давай его ворочить. Не надо этого делать. Нет тележки, покурите, посидите, подождите. Будет тележка, тогда я поеду менять кислород. Понимаете? Спина, это такая вещь очень неприятная. Вы хотите заработать денег. И есть работа, и есть возможность заработать. А спина раз, и все. Понимаете? И вы начинаете делать уколы, деклофенак и всю эту фигню. Поберегите здоровье, пацаны. Пока вы молодые, не надо. Молодой не чувствуешь ни усталости, ничего не чувствуешь. Утром встал, как огурчик. Но когда уже за 40 вам начинает исполняться, все. И вот это начинает вылазить все наружу. Поэтому, пацаны, берегите здоровье. Не надо его гробить раньше времени. Оно вам еще пригодится. У нас сейчас пенсионный возраст подняли. Представляете, сколько придется пахать, чтобы дожить до пенсии. Ну вот, парни, надеюсь, все, да, все я озвучил, что планировал. Если еще о чем-то хотите услышать, пишите об этом в комментариях. Мы еще снимем видео. Я недавно выложил видео про здоровье сварщиков, да. Очень оно хорошо заходит. Поэтому я понял, что тема актуальная. Очень она интересует моих коллег сварных. Вот решил еще добавить этим видео, да. Спрашивайте в комментариях, если еще хотите, чтобы мы что-то осветили, какую-то тему подняли. Мы это сделаем без проблем. Пацаны, берегите здоровье. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И давайте увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok